здравствуйте это канал максимации мы продолжаем играть в gta 4 короче не решила я короче переходить gta san andres ко второму сезону решил сразу по быстренькому к пятому сезону перейти прошлый раз 4 сезон был посвящен дополнению паллада гейтони а 5 сезон у нас будет посвящен дополнению пропащие обреченные лост нд дополнение очень интересная она короче чем друг другое и сезон соответственно будет самый короткий приблизительно он будет составлять 6 выпусков ну что же давайте поехали а Держись, дружище, ладно, парни, пора двигаться А ты что бородец такой, да он у нас лезется, что ли, не падал? Ладно, хорош, погнали До скорого Да, сейчас будет играть потрясный саундтрек Держись, дружище, ладно, парни, пора двигаться Держись, дружище, ладно, парни, пора двигаться Держись и цzesки Держись, дольше Держись 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 Ты понимаешь, что значит условно сужден? Да, сэр. Это значит, что ты будешь продолжать в том же духе. А не то умеешь моргать, не успеешь моргнуть и извинись за решетку. Да, сэр. Будь в моей воле, я бы с тобой не цацкался. Ты хлебал банду. Да, мистер Грей вырос над собой. Таких искренних слов раскаяния я еще никогда не слышал. Я верю в этого человека. Ну что ж, будем надеяться, что вы не пожалеете о своих словах. Пути, господни, неисповедимы. В таком случае, господь тот еще извращенец. Впрочем, спаси не душ, не мои компетенции. Смотри у меня, не влипни в историю. Да, папочка. Что, прости? Да, сэр. Не забывай, это болезнь. Да, я помню, Чад, это болезнь. Встречаемся каждый день. Если припрет закинуться, я звоню тебе. И молиться. Молюсь. Ты очень упрямый. Да был упрямый, Чад. Был когда-то. Я изменился. И знаешь, что Чад... Это ведь ты меня изменил. Господа, пора нам убраться нафиг отсюда. Не пропадай. Йоу. Держи. О, давно. Пора уже. Дом, милый дом. Какое счастье. Ууу, господи. Валим нафиг отсюда, погнали в клуб. Это пропащая банда. А главного героя зовут Джонни Клебец. Он вице-президент банка. Как только Билли Грей смог спалить сиатроговину, который загремит за решеткой. Как там жизнь, кстати? Да знаешь, Джонни, реально жесть. Хуже и не придумаешь. Даже не знаю, чего мне будет больше не хватать. Отсидеть по цели, там может быть веселой групповую. Ясненько. Взрослые мужики. Короче говоря, мне будет сложно читать. Вы сами читайте, что они говорят. А мне надо на дорогу смотреть. Я графику поставил пониже, чтобы не лагало. Она все равно чуть-чуть тормозит. Но... До того, как я снизил, тормозил еще сильнее. А сейчас вроде бы тут более-менее смотреть можно, я думаю. Тут до этого было просто ужасно все. Ну, это немного странно, что тормозит, кстати. Возвращение мужика. Когда без записи ничего не тормозит. Ооо, как я рад сюда вернуться, братцы. В очередь, в очередь, ребята. Джонни, как жизнь? Обидно ничего особенного. Мы по тебе скучали, Билли. Че, как охота выпить, а? Давай лей, мексиканец. Будь здоров, сволочь. Чтобы все было офигенно. Ох, а хорошо пошла. Ну, Джонни. Где же мой байк? А, ты же знаешь, где он. Ладно, я по-другому спрошу. Где мой байк? И какого фига ты мне его еще до сих пор не вернул? Ты же сам знаешь его. Ты че, оглох? Ну, куда я сюда искал? Я спрошу, ты че, оглох? Нет. Тогда отвечай на вопрос. Какого фига ты его не вернул? Братан, ну говорю же, это бизнес. Я тебе говорил, пока ты в тюряге сидел, насколько ты заигрался в проповедника, то начал верить в собственные росказни. О, да-да-да, прости меня. Знаешь, у меня была черная полоса. Заткнись, Брайан. Знаешь, тяжело слезать с Геррича, и, похоже, у меня опять память отшибла. Что это за бизнес такой? Дорогой мой, я ПИС 80-х. Он важнее байка, который мы сведе 15 лет от седей. А вот такой бизнес, который нам оплачивает. Бизнес, благодаря которому нам, короче, есть что жрать. Бизнес, которым мы просто занимаемся, пока ты комедию ломал. Привези мой байк! Да ты шавка сраная, блин. Я уговорил тебе на 10 мотоцикл. Ты, Брайан, ничего мне не говорил. Ушлепок ты мелкий. Слушай, Билли, они были в ярости. У них были и причины на то. Твой байк оторвал той девчонке ногу. Племянник Джорджона, по твоей милости, лежит в коме. Твой байк у дыхляков нам нужны были бабки. Вы струсили трусы, вот и все, блин. Совесть потеряли, и вообще все. Поверить не могу, что сижу и слушаю всю эту бред. А я поверить не могу, что от тебя все это слышу, после того, что мы для тебя, блин, сделали, а? Оплатили твое увлечение адвокатов, жилье, да мы тебе всю жизнь наладим. Это все круто, мужик. Может быть, пора взяться за ум? А, да, ты прав. Конечно, ты прав. Знаешь, что я сейчас делаю? Я прямо пойду сейчас, куплю себе хату, вложу в ипотеку 401 штуку, а потом вложу и пенсионный фонд. Че за бред ты несешь? Взято за ум, да ты сам за ум. Возьмись-то, клоун, блин. Может быть, ты страховку изли? Да ладно, Джонни, давай привезем его байк. Так это всегда и было, это называется время лидера. Дерьмо со смыслом. Да уж. Дерьма в твоем смысле дофига, пошли. Джонни, подожди, подойди сюда. Послушай, я немного сейчас не в себе. Ты ведь понял, какое дерьмо мне пришлось нажираться в этой дерьме? Такое дерьмо, жуть. Я просто за дорожки сошел. Свихнулся, понимаешь? В общем, довели меня. Позволь не видел, я веду себя как последний мадапфакер. Но все... Но, мужик, ведь этот байк вы для меня с Ангусом собрали. А это для меня кое-что значит. Да, ты прав, брат. Я пригоню его. И знаешь что? К черту, мир и благополучие. К черту, мир и благополучие, брат. Ты ведь мне как брат, Джонни. И всегда им будешь. Погнали. Да. Конечно, без тебя мы никуда не денемся. Погнали. Я не в ту сторону сейчас сначала поехал. Будем надеяться, что красавчик все знает. Поезжайте в салонный мотоцикл. Красавчик. Вот был в GTA San Andreas один красавчик. Настоящее имя было его. Шон Джонсон. Ну, его кличка была Смит. Видимо, Смит перевели. Дебилевый, и вот он как красавчик. Ладно, ладно, ладно. А, мы играем за вице-президента Байфера. Тебе уже сказал? Мы сражались с пропащими в GTA 4 оригинальные. В этой Палладии Агейтоне и в пятой части мы тоже сражались с байками. А здесь мы играем за ним. Довольно интересный, да? Кстати, действие этого дополнения происходит раньше, чем действие Палладии Агейтоне. Оно разворачивается еще во времена первого нашего сезона. Когда Нико Белик еще жил в Хоу-Бич. Когда, примерно в то время, когда он начал работать у Михаила Паустина. Да, графика в этом дополнении, она немного как-то мрачноватая, но такая серенькая. Мне кажется, в Палладии Агейтоне она была более солнечная. А здесь она такая, ну, навастенькая, я бы сказал. Депрессивность. Это не очень красиво, как выглядит. Возможно, может быть, из-за этого дополнение многим вот этого не зашло про байкера. Мне зашло, мне понравился сюжет, но говорят, что сюжет предсказуемый вообще. Не знаю, мне понравился, хотя довольно короткий сюжет. Ну что, это всего лишь дополнение. Оригинальный GTA IV га... В четыре раза дольше, чем в любое дополнение. Это дополнение 22 миссии всего составляет. Я как говорил уже, если я каждый... Если я каждый выпуск буду по четыре миссии выполнять, то это займет шесть выпусков. Примерно. Так что этот сезон будет самый короткий. Да, графика не очень, конечно, но зато почти не тормозит. Если бы графика была бы... Если бы я слишком крутую графику поставил, тут бы все тормозило бы. Зависи. Да, серьезно, мне кажется, была ладья Гейтони, да и в оригинальной GTA IV графика солнечная была. А здесь что-то серая прям какая-то... Ай, простите, сейчас... О, Господи. Здесь такая серенькая. Не очень красивая. О, красавчик. Здорово, где байк? О, рад вас видеть, крутые перцы. О каком мотоцикле вы говорите? Ты знаешь о каком. О байке Билли. Билли, Господи, да уже сто лет прошло. Эээ... Кстати говоря, когда я говорю, что сто лет прошло, я вообще думал, что он помер. А зачем он байк-то? Толкнуть и купить себе крыка, да? Слушайте, вы же все сами понимаете. Железка пошла по рукам. Кое-что мне пришлось сменить. Черт его знает. Может быть, ты всплыл давно этот байк. Ну а как же, дружок? О, Билли, я рад тебя видеть. Я думал, ты уже с того, Джим. Ну-ка заводи байк. Хе-хе-хе. Подождите. Подождите. Нет, 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 нет. Нет, нет. О, щет. Где мой байк? Говори, существо. Ладно, слушайте. Ангелы Смерти забрали его к себе в Нотворд. Сраный Ангелы Смерти. Я ничего больше не знаю, прошу вас. Спасибо. да спасибо и фигасе по любому череп сломал он же со всей дури хотя и ты и резиновый молоток ладно да серьезно график в этом дополнение зря ты его так уже тебе сказал у кого байк а я смотрю ты как размяк джонни может пора и тебя посидеть говорят закаляю ой проехали ладно короче подбородком от колесо крутящийся да и молотком это довольно жутко выглядит а еще кстати говоря хочу забыл сказать вчера в час ночи может быть сегодня была презентация геймском я ее смотрел до тех часов ночи по своему времени по новосибирскому времени это час ночи и я разочаровался капец спать хотел там всякую хрень показывали в основном недоволен я надеялся что там гта 6 покажут а нифига и показали да и вообще не ничего от рукстаргейса не показали всякую хрень показали там про звездные войны и там разрушайку показали вот это интересные игры может быть когда они выйдут я на них обзор сделаю им разрушайку может быть мы поиграем даже я думаю я думаю она не будет сильно требовательной на майнкрафт она чем то кстати похоже ладно в общем сейчас не об этом сейчас мы немного повоюем с этими ангелами смерти вот мы на месте двигаем за твоим байком так у нас к сожалению только одна пушка есть осторожней вот эта пушка не очень двухстрельный обрез двухствольный обрез не очень-то удобный блин как после каждого двух выстрелов перезаряжается это не очень удобно ох как я соскучился по этой заразе думаю мы заслужили крючку другую давайте за мной у них офигенные фургоны причем сзади есть стекла на задних дверях обычно их не бывает на таких фургонах а а вы че без меня уезжаете друзья подождите у меня байк слишком далеко когда били едет в колонии позади него появляется эмблема клуба да я в курсе когда она появляется можно пополнить броню и здоровье великий нас мистер президент не покидайте ее пределы чтобы восстановить запас здоровья вот она это довольно интересно а да мы едем в клуб обратно да держи строй джонни будь за мной ах да извини задумался не паникуйте не паникуйте вы там раньше пока президенты все такие как говорят ах да прости не нарочно задумался ах да джейсон я давненько тебя не видел может да и я тут шаляю с одной русской девкой брокерин ее абсолютно надоедает джейсон вот говорят еще что до сих пор не могут решить какая графика лучше GTA 4 или GTA 5 уж точно в GTA 5 все согласятся едут там солнечная графика вся здесь да и в оригинальной GTA 4 балладяги Тони они там графика была гораздо солнечнее но тем не менее она была мрачнее чем более серый чем GTA 5 GTA 5 такая графика прям солнечная вообще красивая ладно билл пайк ты вернул бери все что хочешь пейшь все что горит мне пофиг можешь даже мочить кого хочешь только потом завязывай со всем этим делом когда закончишь позвони и мы вернемся делом да ты мне не надзиратель брат помни кто главный в нашем братстве да я помню мужик уж поверь скажи у тебя есть номер Эшли ты бы звякнул ей для меня что ли не знаю скажи что в клубе я веселюсь на всю катушку мне не повреди кому нибудь бомбанусь о это клуб пропащих да я в курсе хватит мне уже эти подсказки показывать да и вот только сейчас заметил что по сравнению с другими частями графика в этом дополнении более такая серая как прям как сепия выглядит честно говоря серьезно а вот статистика только что под ним начали подниматься навыки у Терри Клея у Вилли и Джима Брайана и Джейсона уже довольно высокие они давайте посмотрим клуб пропащих он довольно большой среди всех убежищ из серии GTA 4 как минимум это самое большое в раздел меню не надо никуда заходить опа алё Джим как дела да всё дерьмо можешь приехать ко мне на спин драйвер в экстере конечно братан скоро буду только сначала клуб смотрю так сюда зайти нельзя а здесь у нас что отойди это короче говоря умывальник и у туалет блин интересно интересно вот здесь решетка там барабаны вообще там стоят здесь наша спальня кровать конечно та ещё дерьмовая но чё по другому никак так здесь у нас посиделки бухло выпивают пьянеют можно телевизор посмотреть там здесь есть компьютер да и им даже попользоваться можно довольно интересно здесь ещё есть второй этаж там у нас запасной выход давайте посмотрим что находится на втором этаже на втором этаже у нас здесь можно короче поиграть больше меньше надо угадывать карты он это последний это последний погибший член можно поиграть в эту игру здесь армрестлинг не будем заниматься всем этим делом можно так же или нельзя это короче пул здесь ещё вроде бы есть третий этаж посмотрим что на третьем этаже есть давайте на третий этаж пойдём посмотрим на третьем эт... интересно на третьем этаже ничего не есть нет а ещё выше ну раз на третьем ничего нет то и здесь а здесь здесь даже стен нету нормальных а это выход на крышу здесь походу можно спуститься по этой лесенке аккуратно спускаемся и давайте к джиму поедем джиму фит джеральд клуб довольно интересный жалко что на третьем и на четвёртом этаже нету нифига ну давайте такси найдём на такси ездить байкером никто не запрещает вот кто-то наверное в комментариях ещё напишет ооо как странно байкеры ездят на такси ооо ну никто же не запрещает так просто передвигаться быстрее да диван недоделанный аааа стойте 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 подождите подвезите меня пожалуйста ооо алё здорово мужик это я не хочет сыграть в аэрохоккей прости мне сейчас не до этого призвони когда сводишь а а зачем нам такси то мы же добежали до сюда уже как сам джима ооо здорово Джоня ты сам знаешь как бывает не понос золотуха да уж я того беде и с ума сойду знаешь тебе не понравится то чем я занимаюсь следующий чем же ты занимаешься нужно увезти пару байкеров в ангел смерти а мы не староваты для так угона мотоциклов толку от этого то чё я все понимаю но эти байки стопудово верняк я нашел парня который нам заплатит за них а потом переправит в Японию они там помешаны на этих байках бизнес это бизнес ангелы это ангелы зато будет что вспомнить ладно мы давненько с тобой так не хулиганили правда? точняк да 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 чертов знает может и весело будет я пойду на этой ручке давай держись брата ты часто видишься старикой? ну не особо по крайней мере с тех пор ты били вернулся ты позвонила они ничуть не испортились но умею у них тоже стою тебя это прикольно конечно но куда едем то вообще к грузовику так мы приехали так мы приехали садись быстрее быстрее где ты где ты его грузовик ты раздобыл что такое я же все таки из братства пропащей навеки то есть если били тебя просто заметить что то такое ты это сделаешь да? я тебя понял долго мучительно думал так так приехали давайте загружать байки туда пора задать им ой они здесь звони братве нам понадобится помощь Джонатан чем могу служить? не мог бы ты спасти наших дюмов задницы от кучи этих кликов нам нужна твоя помощь ну знаешь такую услугу может попросить только Билли ну только ты ему не говори об этом ладно ой 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 черт 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 так же так промахиваемся да 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 что такое как он как его сдохнет есть так 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 вот и вы уже здесь отлично давайте соберем оружие это че не все еще дальше я сам справлюсь счастливо так дайте мне это оружие любое оружие сейчас нужно сколько у меня его но не так уж и мало черт побери блин Так, еще парочку, да? А, осторожней. А, все? Не надо больше? Ну ладно. Поехали тогда назад. Вернем этот грузовик к твоему святому, да? О, за нами в погоне. Вернемся! Вернемся и отстрили! Давай, теперь! Сейчас я их отстреляю. Я беру большие мать, чем ты! А этот сдаться решил. Ну ладно. Точнее не сдаться, а уить. Просто свалить, чтобы его не пристрелили. Прикольно. Слабину дал, короче. Так, ехать-то далеко нам? Да в принципе, да нет. Нифига недалеко. Абсолютно недалеко. Так, графика не очень, честно говоря. Рябь немного перед глазами чуть-чуть. Ну блин, я сделал так, чтобы ничего не тормозило. Иначе просто тормозить все будет. Нам нужно выгрузить пару байков. Пожалуйста, желтороты займется грузовиком. Ладно. О, так наваляете, козлам всякий раз сащусь. Тяжело отказываться от старых привычек. Жаль, что все складывается так удачно. О, это кто такие? Спокойно, спокойно. А что же у нас здесь? Да, вроде парочка топоголовых с крайнерами мотоцикла. Это наши мотоциклы, офицер. Никто не сообщал об их угоне, так что отвалите. А тут поголовые, кажется, хотят нас перехитрить. Поверить не могу. Эти козлы на мотоциклах каждый год и все хитрее становятся. Небось, ваш папаша. Ладно, если мы отвезем твою старушу в центр, допросим ее списать, а мы будем продолжать уничать. Готов поспорить ей понравится. Да, она будет нас умолять, что мы ее пару раз просили еще раз. Мы следили, чтобы за этими гусядами из Ангелы Смерти. Вы все трусы, дело закрыли. Вы заплодите. Да, еще бы. Подумайте о сумме засранцы. Она будет больше, чем... С вас, короче, глаз не спустим. Так что будьте... На чеку, смотрите у меня. Козлы какие. Продажные, наверное. Копы. А, в первую очередь из-за таких я стал пропащим. Ладно, я назад в клуб, посмотрю, кто там еще есть. До скорого, братан. Так, ну теперь давайте к Билли. К Билли, 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 к Билли. Ангелы в Америке. Да, и вот этот сопляк с заправки, короче, говорит. Эй, мужик, с тобой все в порядке? А я ему... Да, где мой байк? Здорово, Джонни Кей. Ну, Джонни Кей, поживаешь? Иди нафиг отсюда. Да, хорош насилию уже. Ты развлекаешься? Да, еще как. А если анализы сдавать придется, у меня тут целый пакет. В запасе. Я чист. Шикарно. Иди, пошел бы ты нафиг, Джонни. Тебе и тебе меня судить. Да остыньте, мужик. Ви-пи маленькое, не знаю. Поту... Потуси столько. Билли, Джонни. Тут пара дыхляков приехали. Дыхляки? Какого черта они здесь делают? Чего им надо? Сейчас мы вломим, как следует. Пошли. Пойдем, наваляем козлам эти. Господа, 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 господа. Чего нас это повесили, а? Могу предложить своим гостям выбить с дороги, да? Да, мне казалось, что у нас перемирие. Да ты что? А меня что-то не предупредили даже об этом. Так вот, знаете что? Странно это перемирие, а вы вдруг решили, что можете без приглашения на мою вечеринку зайти? Дыхляки, чертовы, блин. Ну типа, извини, хорошо вам повеселить, чё. Я понял, что добрый временам конец. Нет проблем, старика. Пошел в это нахер. Думайте так на вечеринку взламываться. Погнали. Да. А с ним шутки плохи. Да, он седой весь, блин. Он седой, а ему 37 лет только. Очень удивительно. А у нас пистолет. Надо остановить, пока они не разболтали, что война идет. Черт, 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 черт. У меня мало здоровья. Хороший был байк, конечно. Извините. Еще один остался. Блин, там тоннель этот, который я терпеть не могу. Блин, он далековато уже от нас. Ах, какие ненавижу тоннели. Ладно, с ними покончено. Джонни, ты ведь не дал дохликам раззвонить, что началась война? Нет, я остановил их. Мы ведь не хотим, чтобы из-за этого наши братья погибли. Точняк, Джонни Хэй. Давай к нам на Гаммер Роуд. GTA 1 и GTA 2 не будут проходить. О, кажется, принесло, братан. Да, ты вернешься? Да я бы с радостью. Но мне надо к этой горячей русской девки на Фрай Флэе. Буду глушить дорогущую водку ее папаши. Молодежная любовь, блин, современного мира. Да-да. Пусть дохлики знают, как наезжать на нас. Пусть хорошие времена длятся подольше. Выбрав в меню пункт сетевая игра, вы можете сыграть через интернет с друзьями и другими пользователями Games for Windows Live. Games for Windows Live давно закрыт уже, поэтому не сможем мы тут поиграть по сети никак. GTA 4 теперь можно считать именно одиночной игрой. Вот, кстати, вы знаете такую игру Hello Neighbor? Я думаю, знаете, надеюсь. Ну, мало кто знает. Написано, что она получила статус «Лучшая игра в одиночном режиме». И мне вообще в это очень сильно с трудом верится. Любая часть GTA, даже GTA 3, переплюнет Hello Neighbor по всем статьям. Задание Джима в следующей серии выполним. Они как с цепи вырвались, но ты же понимаешь, их было всего двое. Сорвались, Дэйв, с цепи срываются. Нужно же понимать. Не все бы ничего, но ты же... Я адвокат. Всю неделю прячешь головы грубые татухи под своим цивилизованным костюмом. Получаешь неплохой стабильный доход. Да, Томас Ставс был бы счастлив тусоваться тут с вами. Он может быть политик, но он не занудок. Но все-таки не занудок. Пыхнешь. Да, еще бы. Травка с мексиколином крута, так что крышу береги. Кто мне сколько дней не отпустит? Ничего осилию. О, я тебя обожаю. Джонни, ты глянь на этого парня. Да, Дэйв Гроссман. Он пустяный адвокат. Ночью рыцарь дорог, сражающийся самыми корпорациями. Скажи, Дэйв, это часто не бисексуал? А, очень смешно, говорю. Ну, мне просто показалось, что ты предпочитаешь мужиков. Затянешься, Джонатан. Нет, слушай, Дэйв, прости. Можешь идти на минутку? Мне надо спили, поговорить. Давай, Дэйв, подъем. Ты серьезно настроен. Что дальше, мужик? Может, светку фигню? Чешил автобиографию написать или что? Слушай, он прикольный, он адвокат. Поможет нам с всякой фигней, если что. Но по виду он тот еще козлиный. Мне показалось, что он мозги тратит свои. Ну, без разницы, в принципе. Слышь, и у нас в последнее время что-то не клеится с тобой, дружок? Как-то. Тухляк какой-то. Я что, обидел тебя чем-то или что? Да нет. Может быть, забудем обо всем этом дерьме, да? И отрываемся немного. Жизнь за страдания. Я такой жизнью, нашим братством. Мы можем послать эти страдания нафиг. Точняк, нафиг страдания. Да, ты прав, мужик. О! Да ты что, издеваешься? Где? Народ, погнали! На наших ребят напали. Ого, рифма получилась какая. За мной, братве. Может быть, ты побыстрее ехать будешь, а? Брайан, ты уверен, что место на Мешке все эти шутки и для работы для мужиков? Да нет, Джонни. Ты просто как баба. Да, если я не слышу ветер сильно, говори громче, а? Брайан, говори на следующий раз. Брайан, говори на следующий раз. Брайан, говори на следующий раз. О! Это клички уже здесь. Готовятся к атаке. У меня есть супероружие. О-о-о-о! Блин, не до... Пули не дотягивают до туда. Территория пропащих козлы. О, у них такое же оружие, можно его собирать. О-о-о-о! Брайан, говори на следующий раз. Субтитры сделал субтитры. тебя помощь это маловато джоннис кроме этого так он чужих счетесь пор да у нас еще одна больница будет а на этой машине ехать можно да можно выглядит очень ржаво а хватит тебе раньше времени так говорить пора выдвигаться поехали вот и где то и застрял а а я думаю где то только не говори, что Зенит ставил у нас батушку британка. А, они уже здесь. Джонни, если тебе нужна помощь, кричи. Может быть, это ты позовешь на помощь. Эй, кажется, били попали немного. Давай, 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 да, 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 щас. Какие-то эти девушки меня сблили, мои братцы. Нет. Ты не получаешься в открытых касках! Фукул campeе! Вау! Пиле-грая-пиле, ты спокойно! Девушки отдыхают... ... 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 парень а это не дохляк мы убили мирного прохожего ну и ладно да и такую пушку в кармане и пистолету дает в кого он стреляет то вот эту вот пушку блин вот это как он это все как у него это кроман все помещается это сказка конечно так и в эмблему клуба во время поездки тоже пополнить здоровье тоже сказка братья братья идите сюда остынь еще рано братьям мне только что сообщили что брокеры завалили джейсона оу черт он шлялся с какой-то русской девки а ее папаши шишки то не понравилось он нанял эмигранта чтобы его завалить брайн заткнись похоже это был серп или поляк или кто-то в этом роде мы найдем управу на этого поляка русского серба и не важно чтобы он там не был а сейчас найдем минутку и вспомним джейсона остальных пацанов положивших на эту сарань которую мы называем да билл и хоть джейсон был всего лишь пацаном газ он выжимал покруче нас всех он ни во что не ставил закон бузил накачивался пивом и буянил что есть мочи он не терпел придурков он мутил любых тортилл всегда находил время помочь брату и не боялся нифига точно короче говоря был мужиком каким бы я бы хотел бы быть джейсон майклс пропащий но незабытый а билли джейсон черт так парни хватит уже облизываться давайте перестаньте уже сидеть на заднице мы пропащены вечно в эти непростые времена особенно важно чтобы ушли за своим вожаком а вы не забывайте это я увидимся в клубе ребята посмотрим статистику эрл хэнк погибли а где джейсон эрл хэнка а чё они их не помянули так сказать ну ладно в общем всем спасибо за просмотр с вас лайкус подписываться а с меня эпичные видосы подписывайтесь на мои запасные каналы и на группу вконтакте всем пока а